Жизнь на колесах Жизнь на колесах Жизнь на колесах Жизнь на колесах Я действительно бросил карьеру дипломата, вернувшись из Кореи, где я проработал три с половиной года. В общем, довольно быстро оформился. Уход по собственному желанию, а без наоборот это тем, что я собираюсь приступать в консерваторию по классу вокалов. Я говорю, что я иду в Абанк, это значит, что я сжигаю за собой все массы. На первом фестивале Московской рок-лаборатории в июне 86-го года Скляр подходит Константину Кинчеву и робко просит оценить первую запись молодого коллектива. Магнитофонный альбом «Рок-коты и мы». На следующий день лидер Алисы кассету возвращает с комментарием, что это не рок, а полная дрянь. Этот альбом так до сих пор никуда и не пошел, кроме как в магнитной версии он не существует, но может быть когда-то с Сашкой соберется его сделать. Я рискнул на все. Первое же крупное выступление на фестивале Московской рок-лаборатории принесло победу – приз зрительских симпатий. Сразу после этого музыканты по приглашению менеджера польской пан-группы «Дезертер» Мачика Хмеля отправляются в Варшаву на фестиваль роб-реггей. «Дезертер» Мачика Хмеля Но для клипа была выбрана песня «Натура», в английской версии звучащая как «Attitude». Ролик снимают в московском метро. За 100 долларов был арендован «Зим», в котором когда-то ездил Берия. В съемках безвозмездно участвуют московские байкеры «Найт Волвс». «Все наоборот! Все наоборот! Все наоборот!» «В 89-м году после концерта во Франции к Вабанку подходит человек, представившийся как Жан Даву. Французский продюсер альбома «Sex Pistols» «The Great Rock'n'Roll Swindle» предложил Вабанку записать одну промо-песню. Но попав в настоящую западную студию, музыканты решились на отчаянный шаг. Они записали полноценный живой альбом «Жизнь на колесах». Первым появлением Вабанка перед широкой аудиторией стало их участие в фестивале «Рок против террора» в апреле 91-го года. Группа рубилась на одной сцене с Алисой, ДДТ и бригадой «С». «Вышла долгожданная наша пластинка, которая называется «Выпей за меня». Пластинка продана в количестве двух тысяч экземпляров. «Это первая наша пластинка в этой стране». Сумма проданного тиража могла быть и больше, но после отсоединения Литвы вывести остальной тираж не удалось, и он был уничтожен. Но тем не менее, факт есть факт, она наконец-то вышла, и мы надеемся, что всем, кто любит нашу группу, она доставила удовольствие. Да-да-да, нам она уже это удовольствие доставила. Пластинка получает высокие оценки в прессе. «Выпей за меня» «Я хочу больше пива, я хочу больше женщин, я хочу больше пива, больше женщины, больше огня». «Эх, моё чёрное знамя, эх, моя сабля кривая, газородную сторону, газолюбушку жену, я пошёл воевать в роганде». К нам пришла идея такая, что, ну, ребят, ну, если нет спроса как бы на такую музыку, давайте попробуем написать акустический отбор. Мы сидим на кухне, кури-пегас, эй, пегас, что ты хочешь от нас? Гениальный альбом, самый, один из самых моих любимых акустических альбомов рок-музыки, я, пожалуй, самый любимый акустический альбом рок-музыки в нашей стране. «Бабанг» были, по сути дела, первым отечественным коллективом, который написал именно акустический альбом, то есть то, что называется «Анплакт», я имею в виду альбом «На кухне». «На кухне» «Спасибо вам, ребята!» «Бабанг» «Бабанг» «Я надеюсь, что этот фестиваль станет регулярным, что он будет постоянно, и не только в Москве, но и в других городах, учить их славу». «Неожиданно стало отдушиной для многих молодых ребят, которые не хотели играть то, что называется классическим русским роком». «Очень приятно было посмотреть московскую альтернативную сцену, очень замечательные коллективы, BFK, замечательный коллектив «Чикатилы Бул», замечательный коллектив «Группа Швах». «Просто так совпало, что и мы могли здесь что-то сказать, причем и музыкой своей». «Кудрявые песни поют!» «Достаточно вспомнить, альбом «Так надо» с кислым вином, с «Поедем, приятель, на дачу», вообще с этой вот жесткой стилистикой, с «Кудрявой». «Бабанг» 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 «Были вот эти вот фестивали, которые, ну и дали, наверное, вот этот толчок этой волне, объединяющей какой-то такой». В рамках фестиваля, проводящегося под лозунгом «Stuff the Madness», Россию посещают западные коллективы «Rage Against the Machine», «Biohazard» и главный идеолог Хенри Ролинд. «Я хотел бы вам еще раз сказать большое спасибо, что вы все пришли на наш фестиваль «Чикатилы Сплавы». «Мы будем гнать эту телегу и дальше, мы будем продолжать эти фестивали в Москве, в Санкт-Петербурге и в других городах». «Мы будем приглашать новые, молодые, интересные, экстремальные российские коллективы». «Мы будем обязательно приглашать западные команды». «Будьте славы, ребята». «Я живу в Москве!» «Я живу в Москве!» «Мне действительно очень интересно смотреть и слушать молодые коллективы. И я очень часто захожу то в свалку, то еще в какое-то место в Москве. И всегда очень интересно посмотреть, как работают вот эти вот молодые ребята, потому что у них совершенно другой подход». «Посу на щике моей губная помада, Александр, наш взгляд сказал бы, как надо». «Я люблю кирпичи!» «Расскажи реальную байку, брат, где?» «Я люблю кирпичей, я уже настолько их люблю, что просто ненавижу». «Я ненавижу БАПА!» «Черпион!» «Черпион!» Чемпион! Вот я считаю, я считаю, да, что группа ВАБАНГ, что группа ВАБАНГ. Чемпион! Я думаю, что ты прав. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...